Всем здрасте! В покемон юне существует 5 классов. Сегодня я бы хотел поговорить про атакеров, про персонажей, которые носят урон. Начнем с того, что скиллы у всех покемонов можно изменить в первом-третьем уровне, также на четвертом и на шестом. Выбор того или иного скилла зависит от ситуации в игре и от соперников. Пойдем по порядку, на первом месте у нас Пикачу. Пикачу хорош против негибких покемонов, покемонов с маленьким оффспидом. Пикачу чем-то похож на стеклянную пушку. Он больно бьет, но и сам неплохо получает по лицу. А это значит, что вы можете нанести много урона, но не сможете близко подобраться к цели, потому что это может быть опасно. Вследствие вам желательно стоять за защитой, за тем же Снорлоксом, который будет вас защищать и переманивать фокус на себя, а вы будете наносить урон с кустов. Как я и говорил в предыдущем видео, на Пикачу очень важно следить за своей позиционкой и не подставляться под удары. Следующим у нас идет Скорбани. Скорбани также очень силен в плане атаки и у него также мало хп, как у Пикачу. Я не считал ДПС Пикачу и Скорбани, но на первый взгляд они не сильно друг от друга отстают. Может быть Скорбани немножко лучше, может быть Пикачу. Поставил я его на второе место только из-за условностей. Геймплей у Пикачу и Скорбани схож, но у Скорбани есть интересный прием под названием Блэс Кик, который наносит гарантированно крит урон. На третьем месте Алло Лан Вульпикс. Вульпикс не самый сильный нападающий с точки зрения урона или ловкости, но он может быть неприятным, если его правильно использовать. Так как у Вульпикса есть стан, он может заморозить противника во льду и противник не сможет двигаться или атаковать в течение некоторого периода времени, то это может изменить ход игры в критические моменты. Его ультимейс может заморозить сразу нескольких противников с помощью далеко идущей метели. Покемон хорошо смотрится в роли Сабды Дэ в отличие от первых двух, может хорошо работать команде и помогать тиммейтам в важные моменты игры. Вследствие мы получаем покемона, который может легко избежать атаки на него с помощью станов и заморозки противников. Четвертый у нас Гри Ниндзя, это дальний атакующий, он очень похож на Пикачу, хотя и с некоторыми особенностями. Его скиллы могут позволить копировать себя, чтобы отвлечь противников и использовать дымовые завесы, чтобы избежать любых рисковых ситуаций. Это делает его универсальным дополнением к любой команде. Ультимейт движения позволяет Гри Ниндзе носить огромный урон к сюрикенам, которые он бросает сверху. Фрокет это хайскилл покемон, но изучение его не даст себе особой доминации над противником. Если ты хочешь поиграть на кэре, лучше пикнуть того же Пикачу или Скорбани, и обучение будет намного легче, а польза от них будет примерно столько же. На следующем месте у нас Крамарат. Крамарат это один из лучших атакеров в игре, но он также не менее сложен в обучении. Новичкам будет сложно освоиться играть с ним, особенно эффективно использовать его ультимейт, который очень сильный и невероятно помогает твоей команде, так как без команды ты использовать его вряд ли сможешь. Во время мультивейта ты неподвижный, не можешь использовать свои скиллы, поэтому ты будешь легкой мишенью для любого противника. Также не стоит забывать, что этому покемону очень нужен 6 уровень, чтобы начать делать какие-то действия по карте, и вначале вам придется просто добивать крипов и пытаться их восхитить. В то время как на Пикачу ты можешь сразу идти битлиться. Бульбазавр это просто машина для убийств в покемон юнит, это с точки зрения его урона, но в других областях он немного слаб. Например, его скорость передвижения, она очень медленная, и из-за этого ему нужна поддержка. Без поддержки ему будет очень сложно играть, он не сможет ни от кого убежать. Если же с тобой будет стать какой-то спидер по типу Зерооры, тогда на Бульбазавре будет максимально приятно играть. Зероор будет разгонять бомжей, которые будут лезть к тебе, а ты просто стоишь, тычкуешь, наносишь невероятно большой урон и доволен жизнью. Бульбазавр довольно толстый покемон, что позволяет ему в паре с своим тиммейтом давить под вышки и доминировать на линии. Бульбазавр это мой личный фаворит, во-первых, мне нравится как он выглядит, во-вторых, я люблю наносить много урона, и этот персонаж справляется с этой задачей лучше, чем кто-либо другой в этой игре. До встречи!